Студенты. Безопасность. Будущее. Именно тот конкурс, на котором студенты со всей Брещины могут проявить себя всесторонне. В творческом плане, в спортивной и медицинской подготовке. В этом году программа соревнований была как никогда насыщенной. Пройдя творческий этап и тест по ОБЖ, студенты приступили к активным испытаниям. На одной площадке ребятам предстояло в полной экипировке спасателя осуществить боевое развертывание, произвести тушение условного пожара, деблокировать пострадавшего из автомобиля, попавшего в ДТП, перенести его в безопасное место. Алгоритм действий в данном случае был важен точно так же, как и грамотность выполнения задания. В этом испытании ребята показали умение справляться со специальным инструментом, знание правил безопасности, а также медицинскую подготовку. Другой этап конкурса предполагал проверку студентов на смекалку. Их вниманию были предложены несколько бытовых ситуаций, имеющих место быть в реальной жизни. Мы подготовлены, мы потренировались, надеемся на победу, стараемся, думаю, справимся со всеми заданиями. Внимание, марш! Погнали! Команда Барановического государственного университета действительно была в лидерах на протяжении всех испытаний. Призоры прошлых лет уверенно шли к победе. Впрочем, старались все участники и вместе с тем понимали, конкуренция огромная, испытания не самые простые. Каких усилий стоило преодолеть испытания ЧС в подземном переходе и колодец? Эти упражнения хоть и повторяются из года в год, однако на опыт полагаться не приходится. Но успех в дело влияет несколько факторов. Среди первостепенных сплоченность команды и настрой. Студент – это человек, которому все интересно. И на самом деле именно работа МЧС, работа сотрудников МЧС их привлекает. Им это нравится, потому что здесь они могут получить и реализовать себя в разных моментах. То есть, например, они могут и обрести будущую профессию, стать спасателем и, конечно же, помогать людям. Уровень подготовки участников был достойным. В испытаниях ребята доказывали, они способны оказать помощь и делать это оперативно, слаженно и грамотно. Команды, каждую из которых представляли 8 студентов в возрасте от 18 до 23 лет, преодолели непростой марафон. На протяжении нескольких этапов шли на одном уровне. Однако ближе к финалу стали определяться победители. В нынешнем году лидером стала команда «Пенчан». Серебро досталось ребятам из Брестского государственного технического университета. Он же не будет спасателем. Нет. Но вот эти основы, полученные в наших учреждениях, в школе, в институте, он при жизни, конечно же, будет использовать. Потому что, как бы там ни было, но на пути каждого человека, наверное, все-таки встречаются такие нестандартные моменты, когда необходимо принимать очень оперативное и грамотное решение в целях и своей безопасности, и безопасности окружающих. Спасибо. Спасибо.